Сегодня же победители грантовых конкурсов за круглым столом рассказали о том, как идет работа над проектами, что удалось сделать и что еще предстоит. Работать не стыдно, утверждают студенты ЧГУ. Ребята разработали проект, который в итоге поддержали на федеральном уровне. В феврале этого года начали его реализацию. С февраля по май проводили промо-акции, презентовали рабочие специальности по трем направлениям – педагогическое, строительное и медицинское. Было охвачено более 200 студентов. Мы их уже трудоустроили, они сейчас работают. В республике Крым, в городе Евпатория, это у нас педагогический отряд, там базируется. Сервисный отряд «Пегас» у нас базируется в Кабардинке, Краснодарский край. Сегодня у нас уехали проспект 15, это строительный отряд, который будет работать в городе Озерки, Челябинской области. И отряд проводников «Чугунщул», которые работают в городе Питер. Анастасия Кутузова свой проект «Память навсегда» также реализует в этом году. Работа предстоит большая. Ребята собирают видеоархив, записывают воспоминания ветеранов. Всего планируют снять 22 короткометражных фильма-интервью, а затем разместить их на специальном сайте. Эти рассказы также войдут в сборник воспоминаний. Кроме этого, молодые люди планируют проводить уроки мужества в школах. «Особенность наших уроков памяти в том, что мы представляем историю Великой Отечественной войны через именно лица, через ветеранов, тружеников тыла. Мы стараемся сделать для младших школьников, естественно, соответствующих возрасту, более короткий материал, но более интересный, более емкий. А для детей, скажем так, среднего звена мы стараемся более, скажем так, продуктивно, хотим охватить больше материала, чтобы они использовали именно этот видеоурок и в своей учебной деятельности». Все проекты очень разные, отметил заместитель министра образования и молодежной политики Чуваший Сергей Кудряшов. Но все они преследуют благие цели и направлены на то, чтобы сделать жизнь лучше и интереснее. «Молодежь в Чувашской республике очень активная, инициативная. Об этом говорят сухие цифры статистики. Если в 2016 году у нас было в Чувашской республике молодежи получше всего 4 гранта, то в 2017 году 18 на сумму более 6 миллионов рублей. А в этом году уже буквально на июнь месяц 24 гранта на сумму более 7 миллионов рублей. Количество этих грантов этим числом в этом году не ограничится. Я надеюсь на то, что благодаря работе нашего центра молодежной инициатив, где работает замечательная проектная школа, мы будем мучить наших молодых граждан писать более эффективные гранты, которые получат поддержку на уровне правительства Российской Федерации. В пользу случаях я хотел бы отменить нашего министерства образования и молодежной политики, поздравить нашу молодежь. Мы в нее верим, мы ее ценим и будем делать все возможное, чтобы они работали на благо нашей Чувашской республики.